Но сейчас вышло осетовать на судьбу, потому что выступление на первом же для себя чемпионате мира Иван Бореев показал, что он готов еще портить нервы фаворитам Ну а это не просто участник чемпионата мира, это чемпионата мира победитель, но правда чемпионата мира среди юниоров Канадец Нам Гуен, который в короткой программе Проявил себя как настоящий боец, упав с первых секунд Упав в самом начале, да Который... Смел собраться Чуть-чуть меньше Рейнольдс набрал, я почему сейчас это говорю, потому что два канадца и Рейнольдс, конечно, ярко выраженный первый номер в отсутствии Чана Но разница между ним и юниорским чемпионом планеты была минимальная Молодец, тройной аксель, тройной тулуп, очень чистенько, аккуратно Молодец тоже Второй тройной аксель, не стал его во вторую половину вставлять, но зато сделал два чисто Тройной риттбергер Тройной аксель, тройной аксель, тройной аксель Заметили тоже очень разные образы у Гуэна Короткий он такой весь, веселый, задорный, а тут легкий, воздушный Тут лирика, все же я, конечно, Себастьян Бах Тут прям он легчайший Если, наверное, взвешивать фигуристов из тех, кто прибыл на чемпионат мира, именно на Гуэна окажется самым легким Лидером Лидером однозначно Тройной луц, двойной тулуп, во второй уже половине И плюсовое исполнение каскада Снова тройной луц, и опять же, на плюс прыжок исполнен Тройной луц, и опять же, на плюс прыжок исполнен Тройной луц, и опять же, на плюс прыжок исполнен Ой, молодец! На таком подъеме исполнил каскад из трех прыжков И в конце двойной аксель, тоже с интересным выездом Тройной луц, и опять же, на плюс прыжок исполнен В полном порядке совершенно чемпион мира с и юниоров Какую он оценку-то в итоге за технику получает Не владея четверным прыжком Он сейчас по технике, ни много ни мало опережает самого Рейнольдса И не случайно мы видим Брайана Уорсера Который от души аплодирует молодому канадцу Ведь именно Курсеру перебрался в итоге на Мбуен И тренируется сейчас в клубе этого тренера в Торонто При том, что начинал он свою карьеру Совсем недавно еще выступал за Ванкувер Вы представляете, какая на него свалилась нагрузка? Выиграв юниорский чемпионат, он буквально через две недели На другом континенте выступает на взрослом чемпионате мира И это во сколько? Сколько ему лет? 98-го года 15-го, ему 16-го, только исполнится в конце мая И он что в короткой проявил характер настоящего бойца А здесь просто супер Я сейчас смотрю, какие оценки получил нам Гуен на юниорском чемпионате мира за технику Так вот, при том, что ему практически все там отплюсовали Он там получил 76,63 балла Сейчас на взрослом первенстве планеты он получит больше за технику Если сейчас благополучно устаканится оценка Она, похоже, устаканивается И мы видим, что получаем очень серьезного канадского фигуриста Перебирающегося из юниорского во взрослый уровень И может быть даже и не поздно он перебирается В смысле, не рано он перебирается А вовремя, при том, что, конечно же, еще он будет и расти, и набирать вес Но, естественно, это будет проходить не так болезненно, как нередко бывает у девушек Субтитры сделал DimaTorzok Ох, чуть-чуть ему не хватает для того, чтобы Рейнольдса обойти Но, тем не менее, 147,31 балла Это на три с лишним балла больше, чем было у него на чемпионате мира среди юниоров А там он, напомню, побил нашего Одена Питкеева Хорош парень-то в Канаде И сейчас очень плотно идут сразу три спортсмена 215,5, Рейнольдсон первый 214, нам Гуен только что откатавшийся Второй И 213,09 балла у Ивана Регини Он пока занимает...